Девушки отдыхают Хотя нет, это не в ее характере Но осадок все равно останется И теперь ей будет чем при случае меня упрекнуть Еще чем Еще чем, у нее и так поводов много Не найдешь сигарет в шортах Я решил, что оставил их у себя в домике И кое-как одевшись вышел на улицу Господи, хоть бы дождь что ли пошел Невозможно же в такое пекло работать И ведь круглые сутки Круглые сутки Продирая глаза, я медленно шел по дорожке И не заметил, как на меня кто-то налетел Это был роутер Привет, Семен, здорово Бурсил я ему вслед Наконец, добравшись до домика, я открыл дверь и зашел Внутри была Ольга Дмитриевна Она пристально посмотрела на меня Изволишь объясниться? А что такого? Где ты всю ночь пропадал? Ее выдбыл чересчур грозным С Машей? А что? В конце концов, все и так все поняли Так что скрывать-то смысла не было никакого С кем? Ольга Дмитриевна удивленно посмотрела на меня С Машей Спокойно повторил я У нас тут нет никаких Маш Теперь уже и я не понимаю Семен, такое поведение недостойно настоящего пионера Ого-хо-хо-хо-хо Хорошо Хорошо Пошла каточка-то, а? Ой, хорошо 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 Пошла каточка А что, мы уже снимаем? А где камеры? Ухмыльнулся я Семен Ой, ладно вам Я напрялся к своей кровати и открыл тумбочку Однако моего рюкзака там не оказалось Вы мой рюкзак не брали? Рюкзак? Она удивленно посмотрела на меня Да, он лежал здесь Ты же приехал без вещей Что? Я расплылся в глупой улыбке И вообще, я еще не закончила Ольга Дмитриевна, я понимаю, что у вас с утра прекрасное настроение И большое желание пошутить, но Какое у меня может быть настроение, когда пионер, будучи комсомолец, так себя ведет? Пионер, комсомолец? Что-то тут явно не так Ольга Дмитриевна, вы хорошо спали? С вами все нормально? Как ты со мной разговариваешь? А что не так? В общем, через полчаса, чтобы был на линейке, а мне еще надо Мику искать Мику? Похоже, они решили надо мной прикольнуться Так точно! Я отдал честь и вышел из домика Надо пойти рассказать Маше, пусть посмеется Я сильно оттолкнул дверь домика и вбежал внутрь Маш, они тут знаешь, что придумали? Маша сидела в углу кровати, совершенно с белым лицом охватив ноги руками Что случилось? Я подскочил к ней Приходила Лена Лена? Но она же должна только через три дня приехать Это была не наша Лена Это... Просто похожая на нее Маша тряслась, а в глазах читался ужас Успокойся, давай по порядку Говорила про какую-то линейку Уборку территорий Библиотеку Музыкальный клуб Она часто задышала И... И это была не шутка, я точно знаю Я тут же вспомнил про недавний разговор с Ольгой Дмитриевной Успокойся, я ничего не понял Это была не наша Лена Это была Лена из твоего сценария Она подняла на меня заплаканные глаза Я сразу же понял, что это не шутка и испугался Глупости не может такого быть Хотя вспоминая разговор с режиссером Нет, нет, точно Она кинулась ко мне в объятия Я попытался ее успокоить Надо мыслить логически Надо мыслить логически Просто они решили нас разыграть Вот и все Я только что разговаривал с Ольгой Дмитриевной И она, и она что? Это тоже показалось мне ненормальной? Нет, такого я Маше сказать не могу В общем, они пошутят и успокоятся Нет, случилось что-то, что-то страшное Я уверена Склипывала у меня на руках Маша Ладно, давай разберемся Поговорим с кем-нибудь Например, с роутером Он точно не первый шутник на деревне По правде говоря Мне уже и самому было интересно Что же это за шутки такие Которые могут довести спокойную Готову ко всему Машу до истерики Ладно Она вытерла слезы Слезы и встала с кровати Успокоилась? Как тут успокоишься? Маша с трудом улыбнулась Пойдем Мы вышли из домика И куда? Ольга Дмитриевна говорила Про какую-то линейку Давай на площадь Они наверняка там Маша взяла меня за руку Но тут же отпустила Я не стал смотреть в ее сторону Потому что так и не знал Какое у нее выражение лица Потому что и так знал Какое у нее выражение лица И просто направился И просто направился В сторону площади На линейке Если так можно было Назвать людей Толпящихся вокруг памятника Было многолюдно Я не узнавал И половину собравшихся Что уже само по себе Было крайне странно Ольга Дмитриевна Пыталась построить всех в ряд Я не стал медлитель Подошел к ней Ольга Дмитриевна Знаете ли А вот и Мику нашлась Перебила она меня Отлично Поговорим после линейки Какой линейки еще? Может хватит дурью маяться Не смешно уже ей богу Она непонимающе посмотрела на меня Ты о чем? И о том И за спиной робко выглянула Маша Ольга Дмитриевна Ведь правда уже не смешно Я вас не понимаю Давайте уже вернемся К съемкам в конце концов Каким съемкам? Я внимательно посмотрел на нее И впервые понял Что возможно она не прикалывается Ольга Дмитриевна Никогда бы Никогда не была хорошим актером Так что вряд ли Это выражение удивления И непонимания было наигранным Вот так дела Ладно Предположим Расскажите нам свою версию Версию чего? Она все так же хлопала глазами И смотрела мне в рот Все ясно Я схватил Машу за руку И направился прочь с площади Эй подожди Ты куда? Надо найти кого-нибудь Более адекватного След нам доносились к риге Ольге Дмитриевне Но я не обращал на них внимания Вскоре мы ушли к зданию кружков Если верить сценарию То он должен быть именно здесь Пойдем Маша ничего не ответила Лишь направилась за мной Я резким движением Открыл дверь и вошел внутрь Как и ожидалось Роутер был там Здарова О, Семен И не один Привет Пришли в наш кружок записываться Похоже и с ним было что-то не так А почему не на линейке? Ехидно спросил я Эээ Ну тут кое-что доделать осталось Ладно, расскажи лучше Что здесь происходит А что здесь происходит? Он так же как Ольга Дмитриевна Непонимающий Уставился на меня Почему все делают вид Что мы реальные пионеры В реальном пионерлагере? А разве не так? А разве так? Ну, вообще-то... А как же фильм? Какой? Какой, какой Который мы снимаем? Семен Я тебя решительно не понимаю Только сейчас до меня дошло Что меня здесь все называют Семен Нет И Саша тоже любила Вечно повторять Семен-кун Но ведь у нее это была шутка А тут Вроде бы ничего страшного Но меня все же не Семен зовут Я в ужасе сделал шаг назад И налетел на Машу Она вскрикнула А ты, Мико? Я не слушал Я схватил Машу за руку И убежал на улицу Остановиться смог лишь на автобусной остановке Обернувшись, увидел Машу, которая еле дышала Я отпустил ее руку и сел на бордюр Походу мы с тобой попали Ты понимаешь, что все здесь себя ведут так, как написано у меня в сценарии? Она некоторое время ошалела, смотрела на меня, а потом сказала Да, очень похоже Да, очень похоже Но что? Почему? Откуда же мне знать? И что нам делать? Не знаю Маша была готова расплакаться Да перестань ты, я правда не знаю, как в такой ситуации я могу тебе выдать готовое решение, а? Я понимаю, но В конце концов остается еще вероятность, что это все лишь глупая шутка Ну, затянувшаяся шутка А если... Ну а если тогда и будем действовать по обстоятельствам? Я вздохнул и резким движением встал Пойдем поедим хотя бы Думаю, при любых раскладах тут кормят Маша еле заметно улыбнулась и направилась за мной Столовая была битком Еще на линейке я обратил внимание, что здесь куда больше людей, чем было вчера Неужели приехали дети в заброшенный лагерь? Нет, тут что-то явно не чисто Однако еду выдавали, и мы с Машей взяли по подносу и сели подальше от остальных Я сосредоточенно ел, стараясь не вынимать головы из тарелки и не смотреть на окружающих Однако это меня спасло не сильно Через пару минут к нашему столику кто-то подошел Я с трудом поднял глаза и увидел Лену Можно? Тихо спросила она Да, пожалуйста Пока я думал, что ответить, Маша отодвинула стол рядом с собой и жестом пригласила Лену сесть Ты утром сама не своя была Стревоженно начала она Ну, не с той ноги встала Маша нервно засмеялась Лена посмотрела на меня и тут же отвела взгляд Как отдых проходит? Начал я издалека Хорошо Ясно Я совершенно не знал, о чем с ней говорить Да и выглядела Лена как-то странно Обычно такая веселая и боевая, сейчас она оказалась чересчур застенчивой А вы ничего про Славию не слышали? А что такое? Ну, ее со вчерашнего дня никто не видел Сначала вы пропали, но вы нашлись А вот Славя Она делала длинные паузы после каждого предложения Я никак не мог понять, это настолько превосходная актерская игра или на нашу Лену действительно подменили? Нет Не видели Ну, я надеюсь, найдется Да, и мы надеемся Славя Саша могла и в трех соснах заблудиться Ничего удивительного Я уже заканчивал доедать резиновую овсянку, как вдруг в столовую размахивая руками убежала Ольга Дмитриевна Она ошалела, оглядывалась по сторонам и наконец посерев на меня, быстрыми шагами направилась к нашему столику Ах, вот вы где! Пойдем-ка поговорим! Она тихо шипела прямо мне в лицо Казалось, что возражать не стоит, я встал, кивнув Маше И мы направились за Олькой Дмитриевной На улице она резко обернулась и сказала И где же вы были прошлой ночью? Какая разница? Я пожал плечами Такая, вы знаете, что пропала Славя? Я слышал только что от Лены Так вот, я отправилась ее искать и... Нашла Похоже, она пыталась держать слезы Так это замечательно же! Пойдемте, я вам покажу Тихо сказала она и направилась в сторону леса О-о-о, я посмотрел на Машу Может не надо? Да что такого-то? Хотя внутренний голос был согласен с ней Ну ладно, но я боюсь Ничего Я попытался улыбнуться, но и без зеркала было понятно, что улыбка была настолько наигранная, что мне самому стало тошно Вскоре мы нашли... Мы вышли на небольшую полянку Там Ольга Дмитриевна показала сторону дерева Я сделал несколько шагов и увидел оторванную человеческую руку Даже не оторванную, а отгрызенную Маша выглянула у меня из-за плеча И тут же в ужасе закричала Не смотри! Она разрыдалась и бросилась в объятия Ольги Дмитриевны Я сделал над собой усилие И чтобы до конца убедиться, что это действительно Славя Заглянул за дерево Там лежали куски тела Рука, нога разорванная в нескольких местах Ошметок мяса с груди Голова со слипшимися от крови волосами И остекленевшими глубоко запавшими глазами Горло подступила тошнота И я инстинктивно отвернулся Кто это сделал? Мне откуда знать? Сказала Ольга Дмитриевна удивленно спокойным голосом Во всем лагере алиби нет только у вас Вау! Маша продолжала плакать Теперь уже у меня на плече Вы что, серьезно думаете, что мы способны на такое? Я с ненавистью уставился на нее Сейчас было уже не столь важно Что здесь творится глупые шутки Или что похлеще Убили человека Человека, которого мы знали Славю, Сашу, не важно Ну нет Замялась она Но кто-то же это сделал Я бы сказал, что это дикие животные какие-то Возможно волки Тут отродясь волков не водилось То есть вы думаете, что это мог сделать человек? Ну а больше некому Нет, это полный бред Не может такого быть Я крепче обнял Машу Еруда не остались тише В общем, надо звонить в милицию Конечно надо, пойдемте От райцента до лагеря путь не близкий Милиция приедет не скоро Смеркалась Я сидел на площади и смотрел на заходящее солнце Маша спала в домике Ольги Дмитриевны Для нее это был куда больший шок, чем для нас По многим причинам Главными сейчас мне представлялись два вопроса Первый, что здесь происходит Второй, кто убил Славю? Или Сашу? В общем, кто убийца? Первый можно было на время отложить А что делать со вторым было совершенно непонятно В конце концов, самым разумным объяснением казалось то, что ее растерзали дикие звери Водятся здесь волки, не водятся Может это вообще не медведь был или барсук Но не человек уж уж точно Без дополнительных приспособлений ни у кого не хватит сил на такое Характер ран явно указал на то, что рвали несчастную голыми руками и глил лапами Хотя, конечно, человек в состоянии безумия обретает чуть ли не сверх силу Но кто из здесь собравшихся способен на такое? Роутер? Лена? Может быть сама Ольга Дмитриевна? Да нет, глупости все это Правда и в столовой, и на площади было еще много детей Но я же не собираюсь допрашивать каждого из них Это дело милиции Тогда чего бояться? Может быть я боюсь не за себя? За Машу? Точно надо посмотреть, как она там Я уже собирался встать, как вдруг почувствовал чье-то присутствие Я обернулся и видел Лену Ой, я не хотела тебя напугать Ничего Можно я присяду? Да, садись, пожалуйста Она аккуратными движениями разгладила юбку и села, уставившись на заходящее солнце Как все это грустно Да, веселого мало Как думаешь, кто мог это сделать? Откуда же мне знать? Точно не я Нет-нет, я тебя ни в коем случае не подозреваю Она смешно замахала руками И на том спасибо Грустно ухмолнулся я Но это сделал очень жестокий и очень злой человек Ну, не обязательно Лена, не понимая, что посадила на меня Может быть, разовое помутнение Маньяки же в обычной жизни, милейшие люди То есть ты хочешь сказать Ее глаза округлились, а челюсть слегка отвисла Что это мог сделать любой из нас? Ну, я не утверждаю, конечно Но круг подозреваемых достаточно широк Нет Не мог никто это сделать Никто из ребят Не мог В любом случае, в этом разбираться милиции Мы еще некоторое время сидели молча Я уже собирался уходить, как вдруг Лена шепотом сказала А ты бы мог? Что? На ее лице появилась неестественная улыбка Ухмылка дьявола подумалась мне Ты бы мог убить Славю Слышь? Нет, конечно Но вы же с ней не очень ладили Почему это? Нормальные у нас отношения были Вдруг я понял, что Лена, скорее всего, имеет в виду не меня Точнее, не того меня, что был вчера И не ту Славю, которая Саша Я был уверен, что все именно так Нет, я этого не делал Хорошо, хорошо Я же тебя не обвиняю Зачем так заводиться? Она посмотрела на меня И мне на секунду показалось, что ее глаза красного цвета Может быть, просто отблеск заката? Я рад, что ты все правильно понимаешь Но ты же сам говорил, что стоит подозревать всех Я не говорил, что надо подозревать Я имел в виду, что мы не знаем, кто преступник, пока не знаем Понятно Надеюсь, я не стану следующей жертвой Лена сказала это громко и рассмеялась Так что у меня мурашки пробежали по коже Слышите, мне лично все понятно Ее надо скручивать Ей надо к доктору Ладно, мне пора Что, к очередной жертве идешь? Тволочь Она встала и быстро покинула площадь Я решил не задерживаться и пошел к домику Ольги Дмитриевны К Маше иди К Маше иди К Маше и в бомбоубежище Уже совсем стемнело Маша все еще спала И я решил ее не будить И тихо пристроился рядом А Маша у меня спит, понятно Нашего режиссера или вожатой Как местным удобнее ее называть До сих пор не было Если она сейчас войдет, возникнет неприятная ситуация Ну может возникнуть, по крайней мере Впрочем, кому какое дело Тут человека убили не до таких пустяков сейчас К тому же надо еще разобраться, что здесь происходит Почему все притворяются пионерами Мне казалось, что пока не выяснится, кто же настоящий преступник Весь этот нелепый карнавал не прекратится Вопрос только в том, что здесь Где здесь причина, а где следствие Все придуриваются, потому что убили Славю Все же мне не хотелось верить, что жертвой стала Саша Поэтому про себя я называл ее именно Славей Или убили Славю, потому что все придуриваются Черт, я совсем запутался И такие рассуждения меня ни к чему не приведут Еле слышно скрипнула дверь Я насторожился, приподнялся в ногтях, посмотрел в темноту Несколько мучительных секунд ожидания, но никто так и не вошел Пожалуй, не стоит просто лежать и ждать Сейчас это может быть ветер или еще что-то на ночью, когда все заснут Я встал, нащупал потемках штаны и осмотрелся Вряд ли здесь можно было найти что-то подходящее для самообороны Однако попробовать все же стоило Перевернув домик вверх, но меня наткнулся на ящик в шкафу, запертый на ключ Конечно же, хотелось бы найти там пистолет Или, по крайней мере, внушительного размера монтировку Однако было понятно, что рассчитывать на это не стоит Но для чего-то его все-таки заперли Я отодвинул шкаф, прикинул, где конкретно находится задняя стенка ящика И сильно, но в то же время аккуратно, чтобы не будить Машу, ударил туда ногой Фанера треснула и ящика на пол высыпались какие-то предметы Нижнее белье, еще нижнее белье, спички Пожалуй, вот они пригодятся Я сунул коробок в карман И в ту же секунду зверю послышалось непонятные звуки Как будто скребется какой-то зверек Конечно, если за ней настоящий преступник, то шансов у меня мало Но ведь нельзя исключать и вариант, что во всем виноват какой-нибудь местный пионер Может крыша поехала, может от природы с головой не дружит В конце концов, у меня должно хватить сил справиться с любым из местных обитателей Даже если он с ножом От мысли об оружии у меня, похоже, побежали мурашки Нет, не стоит быть настолько самоуверенным Если я кого-то встречу, и у него будет, допустим, нож, то закрывать дверь, забаррикадироваться и ждать помощи Надо будет, само собой Наверное, уж огнестрельного оружия здесь достать негде Хотя... Дверь скрипнула еще раз и слегка приоткрылась Я на секунду зажмурился, и что я силы рванул ее на себя Послышался приглушенный вскрик, и на пороге растянулась Алиса А, это ты! Ублегченно выдохнул я Нельзя же так людей пугать, можно и заикой остаться Она встала, медленно отряхнулась и виновата посмотрела на меня Прости Да ладно, ничего, просто опасно ночью одной ходить По лагерю Тут же такое творится И я осекся Все же творится, это процесс Как будто что-нибудь еще должно произойти То есть случилось Я поэтому и пришла Алиса смотрела себе под ноги и еле заметно дрожала Уже поздно, а у Ленка так и не вернулась Она подняла на меня глаза В них стояли слезы Куда она могла пойти? Спросила я больше для того, чтобы разрядить обстановку Ведь было прекрасно понятно, что ночью тут делать совершенно нечего Если есть электричество, все смотрят кино на ноутах Если нет, читают книжки при свечах Уж про гуляние при луне тут точно речь не идет Не знаю Ладно, давай рассуждать спокойно Я подошел к столу и взял часы Полночь Да в такое время все уже должны сидеть по домам Тут у меня мелькнула страшная мысль А где же Ольга Дмитриевна? Пойдем поговорим снаружи Не хочу будить мап Мику Когда мы вышли, я сел на ступеньки и задумался Алиса стояла рядом, стартальчевский заломив руки И смотрела на полную луну Надо звонить в милицию Мы уже звонили Но тогда же только славя А сейчас уже и Ульяна И Ольга Дмитриевна, ты ее видела? Нет, а что, и она тоже? Алиса расплакалась Пока мы ничего не знаем, но Тем не менее, что-то тут происходит Даже если они все и не притворяются пионерами А что-то действительно случилось с этим миром На данный момент у меня есть все шансы покинуть его Не дождавшись разгадки Так что стоит сфокусироваться на выживании Выживание Это слово резкой болью отдалось в затылке Выживание Еще вчера я и не думал ни о чем подобном Вокруг нас старела спокойная летняя ночь Ни дуновения ветерка Ни шелеста травы Ни танца спелых лесных листьев Ничего Лишь отблиц к луны в окнах домика Редкие облака на небе Да непроглядная тьма Долго вглядываясь в которую Можно увидеть бездну И кузнечики Эти проклятые твари Устраивающие дискотеку в две смены Как будто у них дежурство Дневные отработали В бой пошли отоспавшиеся ночные Потом закончили ночные И надо будет поискать дихлофос Хотя бы пару дивизий уничтожу А вось в свое жизненное пространство Около этого домика отстаю Конечно всех их не перебить Да что там наверняка Этих тварей больше чем людей Слышишь? Алиса села рядом и прижалась ко мне Все и тело дрожало Что? Я прислушивался Кажется кто-то медленно шел По дорожке в нашу сторону Разглядеть не удавалось Но шаги становились все отчетливее Ладно не бойся На двоих он нападать наверняка не станет Хотя я и был в этом совершенно не уверен Руки сами стали рыскать в поисках чего-нибудь пригодного для самообороны Эй! Извини Вскоре под скамейкой я нашел обломок водопроводной трубы Не бог весь что конечно Оно слишком толстое и неудобное Но все же лучше чем голыми руками Да и от одного вида такой бандуры кто угодно испугается Хотя скорее эта труба насмешит кого угодно Делать все равно нечего сидеть и ждать здесь Куда хуже чем двинуться навстречу врагу Нельзя сказать что меня разрывало от смелости и отваги Наоборот меня обуял сильный страх Просто казалось что выбора нет Я глубоко вздохнул и медленно направился в темноту Вскоре силуэт незакомца стал четче Небольшого роста странная прическа юбка Так это же Лена Я отпустил трубу Что ты так поздно делаешь Я Я Лицо Лены было все заплакано Пойдем Я отвел ее к Алисе Когда Лена немного пришла в себя Она все же смогла рассказать что произошло Я сидела одна и уже поздно было А Мику все нет И я А тут еще такое со слави И я Я никак не мог сопоставить этот образ с Леной Сидящей передо мной рыдающей девочкой И тот что я видел несколько часов назад На площади дьявольский оскал и адский огонь в глазах Может мне просто показалось А может и нет А ты случайно не знаешь где Ульяна и Ольга Дмитриевна? Она подняла на меня удивленные глаза Нет а что они тоже пропали? Ну мы этого пока не знаем Семен Я не сразу понял что обращаются ко мне Да? Тебе не кажется что в лагере слишком тихо? Так ныть же все спят Я прислушался Действительно кроме проклятых крузнечиков никаких звуков То есть вообще никаких А как здесь об... А как здесь обычно? Тихо Шепотом сказала Лена Тихо но не так Я не хотел чтобы девочки поддавались панике Хотя меня самого уже начинало трясти Да и было отчего Люди исчезают сами по себе Ужасные убийства Знакомые до конца Знакомые до конца притворяющиеся пионерами Я был готов сорваться Ладно Давайте мыслить рационально Девочки непонимающие посмотрели на меня Отлично Пять Пять сценаристов Люди же просто так не исчезают Значит Нет ничего это не значит Вдруг за домиком послышался шорох кустов Я даже не успел схватиться за трубу Как если менты вынырнул роутер Ах вот вы где Казалось что его все происходящее особо не волнует Господи не надо так пугать Девочек инфаркт хватит Хотя еще не ясно кто испугался больше Я или они Извините да Че пришел? Вы не видели Шурика? Нет Похоже за пару часов пропала половина лагеря Да и слишком тихо как то тут Мы уже заметили Нигде не горит свет Тишина Ладно не надо атмосферу нагнетать Без тебя тошно А что? Я ничего Он загадочно улыбнулся А чего мне стало не по себе Вы че нагоняете все? Ладно я обойду лагерь А вы оставайтесь здесь Один? Да пожалуй не лучшая идея Надо сначала думать А потом говорить Ну Я пойду с тобой Ладно тогда вы оставайтесь тут И не забывайте что в доме Ма Мик успит Так точно Вот болван Другой ситуации Я бы ему эту улыбочку Спустя примерно полчаса поисков Мы вышли на площадь Все домики были пусты Похоже в лагере нас осталось пятеро Я с трудом включил за собой обломок Волочил за собой обломок трубы Вначале он казался таким легким Но поносив его некоторое время Я понял что и от мешка пуха можно устать Да где же они все Алиса казалась более менее спокойной Ужас первых минут Когда мы проходили один пустой домик За другим Похоже отступил Хотя мы можем быть уверены Что с ними не случилось то же самое Что со Славей Что-то я читаю хреново Сейчас подождите Да где же они все Алиса казалась более менее спокойной Ужас первых минут Когда мы проходили один пустой домик За другим Похоже отступил Хотя бы мы можем быть уверены Что с ними не случилось то же самое Что со Славей Почему Ну сама посуди А тела Сказал я шепотом Боясь испугать ее И где же они И где же они все тогда Исчезли Не очень правдоподобное объяснение Хотя за последние сутки Со мной вообще ничего Правдоподобного не происходило Не могли же они вот Просто так взять И сейчас от нас ничего не зависит В любом случае Утро вечера мудренее Я постарался улыбнуться Пойдем к остальным Пойдем Неуверенно согласилась Алиса Мы успели Не успели мы сделать и пару шагов Как где-то за спиной Послышался шорох кустов Я резко обернулся И посмотрел в ту сторону Алиса больно вцепилась в мою руку И я крепче сжал трубу Кто там Не знаю Я прищурился Но в темноте ничего Не смог разобрать Эй Что делать дальше Я попросту не знал Шорох вдруг прекратился И все ночные звуки Сверлись в привычной Возне кузнечиков Может дикое животное какое Неуверенно сказал я Дикое Животное Она крепче сжала мою руку Ну тут нет диких животных Ну белка например Я не знаю Белка Белка да Может быть Пойдем Да Через минуту мы подошли К домику Ольги Дмитриевны Роутер и Лена сидели молча И лишь завидев Нас немного вздрогнули Ну как Никого Как это Никого Все исчезли Сквозь слезы Сказала Алиса Девочки бросились в объятия Друг друга А я сел рядом с роутером И наконец бросил Ненавистную трубу на землю Вот так просто Вот так просто Но как Не знаю Может их инопланетяне похитили Да ну глупости А какие у тебя теории Может это тот же самый маньяк Лихо для одного человека не находишь Пожалуй ты прав Ну а кто Как тогда Может они нас так разыграть решили И со славием Это может быть тоже какой-то розыгрыш Нет Ее определенно кто-то убил Кто Он пристально посмотрел на меня Не знаю Может ты Я начал заводиться Может ты Уж точно не я И чем докажешь С какой стати я должен перед тобой оправдываться Только у тебя нет алиби А у тебя значит есть Я был у себя в домике Шурик подтвердит Да только вот Шурик временно недоступен Роутер скрипнул зубами и отвернулся В любом случае у меня то алиби есть Да что я перед тобой оправдываюсь Я полностью в себе уверен Хорошо быть уверенным в себе Я тоже в себе уверен Да и Мико может подтвердить Я все время был с ней Плохой свидетель Не хуже твоего Не знаю сколько бы еще мы могли так спорить Но если бы разговор не вмешалась Лена Мальчики хватит Ладно Извини Да В конце концов сейчас действительно не время для подобного В общем нам стоит держаться вместе Это поможет нам не исчезнуть? Робко спросила Алиса Не знаю как начать не исчезнуть Но остаться в живых должно помочь Я посмотрел на часы уже почти 4 Скоро рассвет Ладно отряд Пора спать А то совсем бесело станемся Но Никаких но Никто не стал большего возражать И мы все тихо зашли в домик А? Что такое? Похоже мы разбудили Машу Ничего спи Но она уже села на кровати И не понимающий смотрел на собравшихся Понимаешь тут Они все исчезли Пропали Их больше нет Лена в слезах бросилась на шею Маша Что? Что случилось то? Можешь внятно объяснить? В общем Я хрустнул шею Машинали потянулся в карман за сигаретами Не нашел их Разочарованно вздохнул и сказал Похоже у нас в этом лагере осталось пятеро То есть все присутствующие в этой комнате Спасибо капитан Будешь первым дежурить Что? Ничего Или ты думаешь безопасно сразу всем спать? Ну нет Но Вот и все Я протянул ему трубу И медленно Медленно подошел к кровати На которой Лена все еще рыдала в объятиях Маши Если вы не возражаете Если вы не возражаете Я одним движением скинул ботинки И перелез через девочек И отвернулся к стене Но как же Никак Спать Я был настолько изнеможен И физически И в первую очередь морально Что был не способен на какие-либо действия Мысли Был не в состоянии общаться с кем-либо Очень хотелось спать Очень Шепот Маши Всклепы Лены Голос Алисы Все слилось в тихую колыбельную И я провалился в сон Очнулся я от того Что кто-то упорно пытался Вывести меня из состояния равновесия Скорее физического Чем морального Роутер Навис надо мной И тряс за плечо Что? То есть пять человек Один из них убийца И дежурит по очереди по одному Спрашивает чувак с из КДВ Да Балшам Ребят С трубой То есть То есть смотрите Осталось пять человек в лагере Они все собраны в одном домике Один из них убийца Ну это такая теория Они что придумали Каждый Каждый из них По очереди Выходит из домика Где все остальные Остаются в домике И этот один Получает в руки трубу Оружие Да То есть как бы Рано или поздно Сложится такая Непременно Непременно Буквально за Пять ходочек За четыре В среднем за три За две Сложится такая ситуация Что убийца Будет стоять С оружием Снаружи домика А четыре Оставшиеся жертвы Останутся внутри Ну разве Не мечта Поджигателя А? Просто гениально Просто гениально Я бы так и поступил Что? Твоя очередь Сколько я спал? Примерно час Час? Ну и сиди еще Я уже отключаюсь Да уж Ему бы источник Бесперебойного питания Типа шутка про электроника Впрочем Мне бы он тоже не помешал Ладно Я с трудом Приподнялся Перелез через спящих В обнимку Лену и Машу И спрыгнул на пол В комнате похоже Стало светлее Утро скоро Да Роутер попытался Залезть на мое место Но я схватил его за шиворот Скинул на пол И бросил ему одеяло И подушку Значит тебе можно? А тебе нельзя? Да и доминирование И правда Почему ему нельзя? Впрочем Сейчас это не важно Я взял стул Оттащил его к двери Сел и принялся ждать Мое состояние Никак кроме как Ожиданием назвать было нельзя Вот сейчас Дверь распахнется И в комнату ворвется маньяк Или исчезнут Последние питатели Этого лагеря Или исчезну я В любом случае Что-то должно случиться Я подсознательно чувствовал это Роутер громко храпел Девочки тихо посапывали И меня тоже начало Клонить в сон Я покрепче стиснул трубу Ее холодный металл Несколько привел меня в чувство Спать нельзя Ведь сейчас Я их единственная надежда Да и своя тоже Но ведь так хочется Хотя бы пять минуточек Ой, Сёма Глаза сами собой Открывались и закрывались Сознание то улетало То возвращалось За дверью послышались Какие-то шорохи Нет, не шорохи Опять это проклятые кузнечики И что же им все не имется Может они во всем виноваты Как стоя саранчи Налетели на лагерь И съели всех Я представил Как меня едят кузнечики Горло подступила Тошнота Длинные загнутые лапки Крылья Огромная голова И глаза Наполненные тьмой Глаза в которых Отражается бездна Загляни в глаза кузнечику И ты уже никогда Не будешь прежним Вот ведь как бывает Я бегу Волосы назад Ладно Это отсылочка для своих Я бегу А они за мной Тысячи их Миллионы И ведь мне приходится Перепрыгивать через ямы Овраги Карабкаться по холмам И скалам А что им? У них есть крылья Да, крылья Которые издают этот мерзкий треск Возможно им и зубы Не нужны лишь бы махать Быстрее этими страшными крыльями Вызывая звуковую волну апокалипсиса Нет Я больше не смогу слышать Этот адский звук Я падаю Закрываю уши руками Пожалуйста Остановите Это кто-нибудь Я проснулся От резкой боли в затылке Осмотревшись Понял, что лежу на полу Похоже заснул И упал со ствола На часах было 10 утра Господи Получается я проспал Часов в 5 Ведь что угодно Могло случиться Я в ужасе Ощупал себя Но вроде бы Все было на месте Ладно Значит пронесло Я растолкал ребят Уже? Ты только Ты только и дрыхнешь Пока я всю ночь Сидел здесь Конечно Это было неправдой Но для их же спокойствия Не стоит говорить Что всю ночь Я во сне спасался От кузнечиков Извини Роттер повесил голову Да ничего Ох Как есть хочется Маша потянулась И мило улыбнулась мне А почему вы все здесь? Ты не помнишь? Нет А что такое? Все исчезли Мрачно сказала Алиса Что? Все исчезли Испарились Маша послела в окно И ничего не сказала Похоже она вспомнила Ладно Поесть действительно Отличная идея Никто не стал возражать У меня не было аппетита Сомневаюсь Что кто-то еще сильно Хотел завтракать Но все понимали Что надо поддерживать силы Вскоре мы сидели в столовой И молча уплетали Кто что нашел Может мне что-нибудь Приготовить? Тихо поинтересовалась Маша Давай в обед Сейчас и так сойдет Она разочарованно Посмотрела на меня Хорошо И что будем делать? Надо выбираться отсюда Но ведь милиция Надо выбираться отсюда Упрямо повторил я Но как? Автобус Но ведь он редко ходит Должно Должно же у него быть расписание Я попытался вспомнить Видел ли схему И расписание его движения Кажется нет Тогда пешком Все лучше чем сидеть здесь Но ведь далеко Может попутку поймаем Здесь-то? Навряд ли Хватит уже драматизировать Хотя если вдуматься Сейчас как раз самое время Я не драматизирую Но вот и все И что скажем Когда доверемся до города? Как есть Так и скажем Приехали снимать фильм А тут Какой фильм? Хватит придуриваться уже Я бессиленно опустил голову на руки Если вчера это еще было смешно Хотя на самом деле не было То сегодня уже хватит Я тебя не понимаю Ты опять будешь утверждать Что приехал сюда не снимать фильм А притворяться пионером? Ничего не понимаю Полис удивленно Окинулась их взглядом Но ведь мы и есть пионеры Какие мы к чертовой матери пионеры? Мешался разговор Молчавшая до этого Маша На дворе 21 век пионеры А? 21 Похоже что-то действительно не так Ладно То есть вы хотите сказать Что все вы ладно мы Обычные пионеры Которые вот так просто Приехали сюда на недельку-другую Отдохнуть Наступило тягостное молчание Ну Да Я посмотрел на Машу Похоже она тоже не знала Как реагировать Я показал взглядом Что хочу поговорить с ней наедине Мы на секундочку Мы на секундочку Выйдя наружу я спросил Что думаешь Ну Она приняла позу Древнегреческого мыслителя Похоже они и правда в это верят И до вчерашнего дня На нашем месте были некие Семен и Мику Некие Ну да Совсем не некие Ой ладно уж Перебил я ее Давай более реалистичные теории У меня пока нет никаких теорий Я вообще не представляю что и думать Фух И я тоже Но в любом случае Тут и без этого черти Черт и что творится Убийства Люди пропадают десятками Думаю это приоритет номер один Я внимательно смотрел на Машу Интересно Как она в такой ситуации Может рассуждать столь спокойно Конечно я и я пытаюсь Виды не подавать Но Значит Что Оставим эту проблему на потом Ну хоть теория Мне кажется что это связано С исчезновениями Понятно же что один Или даже два Три человека не могли столь Не могли столь людей одновременно Согласен Может быть это феномен какой-то На них повлиял Возможно В любом случае В это проще поверить Чем в то что мы например Попали в параллельную реальность Сейчас я во что угодно готов поверить Давай пока остановимся на этом Окей Пойдем Ты иди я догоню Опасно одному Да что опасно в этот день Да и День да и вы рядом Ладно Она улыбнулась И вернулась в столовую Нет Все таки ее поведение Тоже крайне странно Похоже за последние дни Изменилось Совершенно все И Маша тоже Вчера нервный шок Страх ужас Сегодня холодный расчет Здравые и трезвые рассуждения Черт да она куда спокойнее меня Неужели просто выспалась Нет Что то не так И с ней Может быть она и не считает С себя пионеркой Как остальные Но Но если что то случилось Со всеми то может и со мной Не не Вроде бы все в порядке Я ощупал свое тело И не нашел никаких аномалий Ладно Надо сохранять спокойствие И хладнокровие Я встал и уже собирался Вернуться в столовую Как вдруг услышал Тихий голос позади себя Как будто обращались Именно ко мне Я спустился с веранды И сделал несколько шагов В сторону голоса Кто то выглянул из-за дерева Это была Ульянка Крепота Нет Точнее кто то похожий на нее Я застыл на месте Половина ее лица была оторвана И свисала вниз Оскалившаяся челюсть нервно Подергивалась В приступах смеха Полувутекший глаз Налившийся кровью Вдруг поднял на меня зрачок Я перестал дышать Как будто сейчас умру от шока Семен То что оказалось Ульяной Звало меня Ноги начали подкашиваться Я пытался не упасть Хотел закричать Хотел убежать Но мое сознание Словно покинуло тело Которое как тряпичная кукла Двигалось в руках Невидимого кукловода Еще секунда и Эй Я рефлекторно обернулся Краем глаза успел Разглядеть Машу Стоявшую на колесе И тут же снова посмотрел В сторону где была Ульяна Но она исчезла Маша похоже заметившая Смертельную бледность На моем лице В мгновение ока Подскочила ко мне Что что такое Я видел Ульяну Там Я показал пальцем В сторону дерева Нет зрелище Разорванной Славе Конечно было ужасающим Но она хотя бы была мертва Не разгуливала Средь бела дня С оторванным лицом И не называла тебя по имени Пусть даже имя не твое Силы покинули меня И я упал на колени Что где Маша трясла меня За плечи Это была не она Это было Я не знаю Соберись Я почувствовал Хлесткий удар по лицу Непонимающе посмотрел на Машу Щека горела А самобладание Начало постепенно возвращаться Там стояла Ульяна С лицом В общем зомби Да Ульяна зомби Самое подходящее объяснение Маша ошарашенно Смотрела на меня Чего тут только не бывает Если бы ты ее сама видела Ты слава богу что не видела Пойдем попьешь воды Я рассказал всем в деталях Подробности встречи с этим существом Одно понятно Тут творится что-то Что наука пока не может объяснить Справедливо Да чертовщина здесь творится Самая настоящая Бесовщина В церковь бы Свечку бы Лена ничего не говорила Лишь тихо всхлипывала Я уже почти полностью пришел в себя И ко мне наконец вернула Способность здраво рассуждать Теперь точно понятно Что надо выбираться отсюда Я конечно не ученый Тем более не экстрасенс Но насколько я знаю Всякие демоны и духи Обитают в одном месте Следовательно если мы уйдем Подальше от этого места Да отличное решение Скептически ухмельнулась Ухмельнулась Маша Согласен Не обращая на нее внимания Воскликнул я Да Лена лишь еле Еле заметно кивнула Значит решено Я ударил кулаком по столу И вскочил Подожди Ничего не решено Че тормозить то Я больше не с подобными штуками Если сейчас я не хочу И куда мы пойдем Ты хоть представляешь Сколько пешком до города Да что по этой дороге Никто не ездит что ли Машина автобус Что нибудь да увидим Не факт Значит лучше сидеть здесь Ну и я этого не говорил Здесь страшно Особенно ночью Тихо прошептала Лена Это еще не значит Что надо куда-то идти Громко сказала Маша Я внимательно посмотрел на нее Нет Определенно с ней что-то произошло Пожалуй стоит как-то Аккуратно об этом поговорить Или не стоит Вдруг и она тоже Хорошо Давайте проголосуем Сказала это очень уверенным тоном Но сразу же засомневался А что если Маша права Может быть не надо суетиться С одной стороны Я не знаю что нас ждет За воротами этого лагеря С другой же Здесь творится сплошь Какая-то чертовщина Ладно Она пожала плечами И все же не выдержу здесь Больше ни минуты Уходим Остаемся Давайте попробуем Может правда Стоять за попутка Уходим Все посадили на Лену Я не хочу здесь оставаться В результате Мое решение все равно Ни на что бы не повлияло Значит уходим Ну и что же Ну что же Я вскочил со стула Остальные сидели Понурив голову Раз решили Ну раз решили Маша медленно встала И посмотрела на меня А вещи Неуверенно спросила Алиса Думаешь сейчас это самое главное Грустно сказал роутер Ну да Пожалуй Что касается меня Мои вещи все равно Куда-то исчезли Через пару минут Мы вышли на автобусную остановку Фух Я же испугался Что Что Маша Короче нас прокинет Вот это реально Было страшновато Я такой Ой Реально я подумал Что она как-нибудь скажет А я здесь остаюсь Я бы забил Этих трех наркоманов И остался бы с Машей В таком раскладе Маша махнула рукой Он был там позавчера Ухмыльнулся я Да-да Туда Подтвердил роутер Мы некоторое время Стояли молча Затем медленно Двинулись в путь А где Лена Летнее солнце Нестерпимо Полило Плавя асфальт Дорога Деревья Трава Небо На расстоянии Дальше 100 метров Сливалось В яркое марево Больше похожее На горячий туман Подлил с меня Ручьем Я уже начинал Я уже начинал Казаться Что я схватил И уже начинал Казаться Что я схватил Солнечный удар Конечно Отличной идеей Было бы взять С собой как можно Больше воды Но в тот момент Все чего мы хотели Это подальше уйти От чертова лагеря В какой-то момент Мне начало казаться Что я теряю сознание С реальностью Меня связывало Только мерзкие Трели Кузнечков Конечно Ведь адский полдень Их любимое время суток Ни полечий зной Ни нулевая влажность Ни отсутствие Хотя бы какого-то Движения воздуха Казалось Совершенно их не волновали Наоборот Они чувствовали себя Преосходно прекрасный антураж Для заключительного акта Последней апокалиптической симфонии Наверное Все же стоило Остаться в лагере Или выйти чуть позже Желательно вечером Ходя бродить ночью По незнакомой Проселочной дороге Тоже не самый хороший вариант Сзади послышался Сдавленный крик Нескольких десятков метров От меня Алиса с трудом Держала Лену Не давая той упасть Я подбежал к ним Что такое? Она потеряла сознание Я помог отнести Лену К обочине дороги Где была хоть какая-то Тень небольшой рощицы Доходились Мрачно сказала Маша Повалившись на траву А ведь я говорила Ладно Что уж теперь Мы шли по крайней мере Несколько часов Так что смысла возвращаться Но зато же не было Хотя Хотя бы до вечера Пока не спадет жара И ни одной машины Я обернулся Посмотрел на роутера Он снял рубашку И начал отжимать ее От пота Алиса пыталась Привести Лену В чувство Если это Солнечный удар Хватит Закричала она на меня Если это Солнечный удар То мы конкретно попали Идти дальше Она не сможет Я вышел на дорогу И заслонил Ладонью глаза От солнца И уставился вдаль Все та же Бесконечная асфальтная Ниточка И никаких признаков Цивилизации Или вообще Хотя бы Присутствие людей Как будто Мы одни Остались Не только В этом лагере Но и во всем мире Хотя если вспомнить Все что произошло То и удивляться Не стоит Я вернулся к остальным И сел на бревно Думаю Надо пройти Немного вперед Я посмотрел На роутера Разведать обстановку Может что найдем А вы пока Оставайтесь здесь Но Она точно В ближайшее время Никуда идти не в состоянии Лена лежала С закрытыми глазами И прерывисто дышала Ладно Идите Спокойно Сказала Маша Я тут же вспомнил Что хотел поговорить с ней Но сейчас точно не время Пошли Роутер пожал плечами И направился за мной Мы шли уже около 15 минут Девочки остались далеко позади Как думаешь Встретим кого? Тихо спросил он Не знаю Недовольно ответил я Разговорить сейчас Совершенно не хотелось Бесконечные поля Уносились вдаль горизонта Лишь изредка перемешиваясь С пролесками И холмами Пейзаж Казался настолько Типичным и спокойным Что от этого Становилось еще страшнее Если бы мы оказались На равнинах ада Хотя бы можно было Понять чего ожидать Я был бы готов К тому что угроза Может исходить Откуда угодно А здесь и сейчас Мы словно маленькие Кляксы на картине Какого-то Малоизвестного художника Рисующего лето В средней полосе России Или где мы сейчас находились От этого становилось Только страшнее Смотри Закричал роутер Я пришел и увидел Что дорога делает поворот Ну и что такого Там наверняка что-то есть С чего ты это взял Ну если поворот Мы все время прямо шли А теперь Ладно пойдем посмотрим Смотрели фильм Поворот не туда Через несколько минут Мы вышли К воротам пионер лагеря Савенок Я бессиленно Сел на бордюр И закрыл голову руками Страха не было Не было вообще никаких эмоций Лишь усталость И опустошение Но как Бормотал роутер Не знаю Да и какая разница Все это не более странно Чем то что происходит Со мной последние пару дней Я устало посмотрел на него Губы роутера дрожали А на лице застыло Выражение предсмертного ужаса Пойдем назад за девочками Я не стал даже Дожидаться его И медленно поплелся В обратном направлении Нашли что-нибудь Да Нашли Спросила Маша Пережевывая непонятно Откуда взявшуюся В землянику Нашли Лагерь Какой? Она удивленно посмотрела на меня Наш Что? Маша так глупо выглядела Что я невольно улыбнулся Вы же шли вперед А не назад Вперед И там Савенок Хватит прикалываться Скрикнула она И я серьезно Но Тихо сказала Алиса Она сидела на траве И придерживала голову Спящей Лены Вот так Устало сказал я И опустился на землю Ладно значит Пойдем туда Я внимательно посмотрел на Машу И понял что Больше ждать нельзя Слушай а что с тобой такое? В смысле? Она всем видом давала понять Что сейчас не время Для пустых разговоров Вчера ты боялась И сегодня выглядишь так Как будто с тобой каждый день Происходит что-то подобное Ну а какой смысл паниковать? Она еле заметно улыбнулась Если бы не знал тебя Я замолчал Закусил губу И отвернулся А ведь действительно Столько ли хорошо Я ее знаю Конечно столько лет Проведенных вместе Но Ведь если разобраться Я всегда больше думал о себе Точнее мне всегда казалось Что ее Все устраивает И для меня Она была всегда Одинаковой что ли Одинаковой во всем И даже когда мы расстались Словно не человек Словно не человек И даже когда мы расстались Словно не человек А любимый предмет гардероба Если задуматься То я совершенно не представляю Что творится у нее в душе Меня просто это никогда не волновало Так что Так что То как она себя ведет В подобной ситуации Не более странно Чем то что вообще с нами происходит Если вспомнить Тут разговор вечером на пляже Наверное она действительно Более сильный человек Чем я Эй Ты вообще меня слушаешь? Прости Я задумался Столько всего Она грозно посмотрела на меня Идем в лагерь Ну или туда где вы были Или это тот же лагерь Хорошо На самом деле у нас И не было другого выбора Еще несколько часов На таком солнцепеке И свалится не только Лена Но ее придется нести Понимаю Сейчас придумаем что-нибудь Врачица нашлись Две довольно длинные Крепкие палки Вернувшись назад Я сказал Ротуру Снять рубашку Тот запротестовал сначала Но вскоре понял Что спорить бессмысленно Я снял свою И связав две палки С других концов Сделал импровизированные носилки А выдержит? Маша с сомнением Посмотрела на эту конструкцию Подергала несколько раз И убедившись В ее прочности улыбнулась До лагеря Выдержит Идти в такой зной Было тяжело Но еще тяжелее было Тащить раненого Лену Несколько раз Я практически терял сознание И приходил себя Только на полпути к земле А Роутеру Было еще хуже Его периодически Сменяли то Маша То Алиса Мне же не позволяла Гордость попросить Их понести Лену Хотя бы минутку Глупо вести себя Так в подобной ситуации Но я ничего Не смог с собой поделать Это тоже черта Моего характера Наряду с черствостью Невнимательностью К окружающим Даже близким Людям И прочими Нелучшими качествами Наконец Мы кое-как доковыляли До ворот лагеря И я в изнеможении Повалился на траву В тени памятника Безызвестному пионеру Действительно лагерь Протянула Маша Похоже тот же самый Надо отнести ее в домик Тихо сказала Алиса Надо Я с трудом поднялся И приклинул Что сил хватит Как раз на последний рывок Выбор пал на домик Ольги Дмитриевны Скорее всего Потому что прошлую ночь Мы там провели здесь Относительно спокойно По крайней мере Оставались живых Мы с роутером Без сил валялись На кровати А нас с соседней девочкой Раздевали Лену Не смотри Грозно сказала Маша Да что я там не видел Фыркнул я И отвернулся Больно оттолкнув Роутера в бок Заставив последовать Моему примеру Мы пойдем за водой И в столовую Наверное Опасно одним Хочешь составить компанию Ухмыльнулась она Нет уж Тогда хотя бы Возьми трубу с собой Не уверенно Сказал я Думаешь поможет Я тяжело вздохнул Закрыл глаза Тогда Будьте осторожны Через несколько секунд За ними закрылась дверь Спишь Послышался рядом Шопот роутера Поспишь тут Внезапно С соседней кровати Донесся Ленинстон Я приподнялся На локтях И посмотрел в ее сторону Длина ворочалась Под одеялом Вдруг она Открыла глаза И резко повернулась В мою сторону На ее лице Застыла дьявольская улыбка Такая же Как вчера вечером Жарко, да? Засмеялась она У меня мурашки Побежали по коже А в горле Застрял комок Ты Ты Что? Сквозь сон Спросил роутер Я ровком Повернулся к нему Смотри Я замахал руками В сторону Ленина кровати Что? Он приподнялся Посмотрел сначала туда Куда показывал я Затем на меня Я обернулся Увидел, что Лена Мирно спит Ты не слышал? Что? Она, Лена Просыпалась И сказала Да у тебя похоже Тоже солнечный удар Он отвернулся К стене Ну я же точно Слышал и видел Аааа Крипота 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 Просто Крипота Ну короче Я думаю Что нас тоже Колбасит от солнца Реально Ну глюны Короче какие-то Перегрелся Трубу Слова С труба Слава богу У меня Конечно Возможно И меня Доконала жара Но ведь Все было точно так Как тогда И это не Лена По крайней мере Не та Лена Которую я знаю Словно в нее Вселился дьявол И я лег И накрылся Одеялом С головой Очень хотелось спать Но мысль о том Что заснув Я могу больше не проснуться Поддерживала меня В сознании И знаю точно Сколько пролежал Так Третьясь от каждого шурока Но вскоре дверь открылась И в комнате Послышали шаги Я одним глазком Выглянулся Под одеялом Увидел Алису И Машу С ведром воды И какими-то пакетами Смотрю Ты тут уже умом двинулся Есть немного Дрожащим голосом Сказал я Пытаюсь изобразить улыбку Все нормально Вроде бы да Я посмотрел на Лену Она мирно спала Может быть Мне действительно показалось Да В таком состоянии Крайнего нервного напряжения Физической и моральной усталости Что угодно Может померечиться Я с трудом поднялся Взял со стола кружку И зачерпнул воды И какие планы дальше Пока придется сидеть Тут Ольга Дмитриевна же Звонила в милицию Ольга Дмитриевна же Звонила в милицию Неуверенно Сказала Алиса Да Только потом все исчезли В любом случае Пока Лена не придет в себя Хотя если я еще раз Вижу ее такой То лучше бы и не приходила Алиса легла на кровать к Лене А Маша села рядом со мной Поспи Она нежно погладила меня По голове Да как тут поспишь Мы посидим пока Ты-то устал Пожалуй она была права Ладно Только недолго Разбуди меня до вечера Она ничего не ответила Лишь улыбнулась Обещай Обещаю Тихо сказала Маша Я закрыл глаза И мгновенно провалился в сон Нормальный Музон из хатлайна пошел И опять кузнечики На этот раз их король Огромная зеленая тварь С длиннющими кривыми ногами Крыльями по размаху Сравнимы с крыльями Большого грузового самолета И гигантскими бездонно черными глазами Он навис надо мной И хмыльнулся И начал что-то быстро И громко говорить Я никак не мог понять Что за язык Но по интонации Было ясно Что ничего хорошего Ждать не стоит Хотелось убежать Но он крепко схватил меня Своей мерзкой лапой Кости захрустили Я почувствовал Как ломаются ребра Острыми концами Впиваясь во внутренние органы В голове застучали Сотни молотков В глазах потемнело И в следующую секунду Во все стороны Полетели брызги крови Я вскочил Обливаясь холодным потом А в ушах еще звенел Собственный крик Несколько секунд Мне понадобилось Чтобы стереть Пеленос Опухший глаз Я начал бешено Озираться по сторонам И понял Что уже вечер И на улице Совсем стемнело Хорошо Что вчера Мы не выключили свет Рядом мирно Посапывала Маша А в ногах Валялся роутер Свернувшийся клубочком На соседней кровати Закутанного одеяла Лежала Лена Но нигде не было Видно Алисы Эй Я грубо растолкал Машу Что? С трудом придя в себя Спросила она Я же просил Прости Я заснула Она сделала Виноватого выражения Лица От которого мне стало тошно Все же не стоило На нее полагаться Хотя бы Хотя бы завел будильник Я разбудил роутера А где Алиса? Не знаю Стрежина сказала Маша А кто знает Мы то спали? Ну Она лежала тут А потом Ее глаза виновата Забегали А потом ты заснула Она опустила голову И тяжело вздохнула Прекрасно Просто прекрасно Я ударил кулаком по столу От чего Маша вздрогнула Ты сиди здесь А мы с ним пойдем ее искать Одна На ее лице застыл испуг Одна Кто мне тут недавно говорил Что не стоит паниковать? Да Но это же А ладно Один схожу Но Если хочешь все-таки здесь сидеть Или хочешь все-таки здесь сидеть Вместе с Леной Маша ничего не ответила Одному опасно Сказал роутер Который похоже окончательно проснулся А ей здесь сидеть не опасно Я не стал продолжать спор Встал Взял с пола трубу И направился к выходу В конце концов Если люди исчезают сами по себе То нигде и ни с кем нельзя чувствовать себя в безопасности Не, ну смотрите Если учитывать Что один из вас убийца То делиться парами Это бесперспективняк Конечно Не исключено Что лица просто куда-то ушла Да в смысле Как это не исключено Конечно исключено Она пугана до усрачки С Леной Никого нельзя оставлять Ты сам видел Что она показывает тебе Вообще просто Вообще просто Вообще просто Что вы делаете Ребята Вы рипаете Вы рипаете персонажей В Диабло 3 На хардкоре Конечно не исключено Что Алиса просто куда-то ушла Например в туалет Да в смысле Вон там банка Все спят Впрочем Если вспомнить Насколько она была Напугана Думаю Она бы разбудила Машу Никуда бы Никуда бы не пошла Да что угодно Но только не разгулять По лагерю в одиночестве Я набрался сил Дернул за ручку И вышел наружу Некоторое время Я озирался по сторонам А потом Увидел Алису Че все Все рипнутся что ли Висящие высоко Над землей На дереве Напротив В висках Больно стрелянуло И упал на землю Ужас Настолько сильно Завладел мной Что буквально Сквал все тело Стальными цепями Ночью Я кое-как Заполз назад В домик Закрыл дверь Что такое Ко мне подскочила Маша Не смотри Я схватил ее за руку Не выходи наружу Да что случилось Она потянулась К дурной ручке Я попытался ее установить Но был настолько слаб Что смог Испустить Лишь 100 Отчаяния Открыв дверь Маша вскрикнула И замерла Собрав последние силы Я приподнялся Ударом ноги Захлопнул дверь Тут же Маша Упала мне на руки И потеряла сознание Я отнес ее на кровать И положил рядом С трясущимся роутером По его выражению Лица было понятно Что он совершенно Не хочет знать Что же там произошло От криков Проснулась Лена С трудом Приподнялась на кровать И посмотрела на нас Что такое Спросила она шепотом Я не знал Что ответить Горло подступил вопль Который вырвался Лишь глухим свистом Лена была испугана Но все же Но все же Еще не понимала Что же именно произошло Не выходи Наружу Простонал я В отличие от Маши Она не стала спорить Наступила гнетущая тишина Даже кузнечики Казалось замолчали Чтобы придать Всей ситуации Еще более ужасающий оттенок У меня на коленях Неподвижно лежала Маша В углу кровати Ритмично отрясся роутер А напротив сидела Лена С застывшим на лице Выражением обреченности И отчаяния Я же не моргая Смотрел на дверь Ожидая что вот сейчас Она распахнется И мой страх Не принимал форму Чего-то конкретного Маньяка Убийцы чертей Инопланетян Был ужас Небытия Мрака И пустоты Не пугала я мысль Что меня разорвут на куски Как славили Что стану зомби Как Ульяна Я боялся исчезнуть Испариться Без следа Из этого мира Маша тихо застонала Мне такой кошмар снился Это был не сон Она широко открыла глаза И с ужасом Посмотрела на меня Тогда Там Не смотри Скричал я И крепко обнял ее Лена громко разрыдалась Бросилась ко мне И прижалась дрожа Всем телом Долгие минуты Проходили в мучительной тишине И что Что нам теперь делать Сквозь слезы Спросила Маша Сейчас она уже Не казалась Такой уверенной в себе Впрочем Мы все были В одинаковом положении Время шло Но ничего не происходило Необходимо что-то предпринять Нельзя сказать Что я пришел в себя После увиденного Но некоторая ясность мысли Все же появилась Понятно одно Тут оставаться нельзя И не потому что Здесь опаснее Чем Где бы то ни было Еще Просто я не мог Находиться рядом С трупом Алисы А каково было девочкам Нам надо идти Тихо сказал я Маша и Лена Еще крепче прижались ко мне Надо Роутер перестал трястись И слезть с кровати Как ты себя чувствуешь Спросил я Лену Она ничего не ответила Идти можешь? Наверное Я бережно освободился От их объятий И встал Надо бежать Ночью будет проще идти Но мы же Робко возразила Маша Да решили пока Оставаться здесь Но в общем Надо бежать Я повернулся к роутеру Ты понимаешь что там? Им не надо этого видеть Он еле заметно кивнул Хоть роутер и не знал Что случилось с Алисой Но было очевидно Что за все время У него в голове Пронеслось Столько ужасных картин Что ему возможно Было еще тяжелее чем мне Возьмемся за руки И пойдем Я первым поведу вас Потом Маша Потом Лена Потом ты Я посмотрел на девочек Они сидели опустив головы И тихо всхлипывали Готовы? Никто не ответил Понятно что этот вопрос Был лишним В такой ситуации Готовым быть нельзя Я взял Машу за руку Обернулся И внимательно посмотрел На Лену и роутера Закройте глаза И ни в коем случае Не открывайте Поняли? Да Лена кивнула Я собрался с духом Распахнул дверь И вышел наружу Придерживая Машу за руку Осторожно Ступеньки Когда мы все оказались На улице Я все-таки еще раз Вглянул на Алису Сейчас увиденное Не прокинуло меня На землю Хотя сердце бешено стучало Меня всего мутило Голова кружилась И горло подступала Тошнота Она висела метрах В пяти над землей На нескольких связанных Мести пионерских галстуках Глаза на выкат С высунутым языком Вся посиневшая Оказалось что она умерла Не несколько часов назад А как минимум пару дней На ее лице Засыло выражение Предсмертной муки И нечеловеческого страдания Было понятно Что сама она не могла Сделать такого с собой Господи Кто же все это придумал Может быть мы в аду Я быстро направился Прочь от этой дьявольской картины Таща за собой остальных Я разрешил вам Открыть глаза Только тогда Когда Только когда мы оказались На площади Она Все еще там Спросила Маша Не отпуская мою руку Я лишь кивнул Кто Алиса Скрипнула Лена И разрыдалась Маша обняла ее Попыталась успокоить Что с ней Заплетающим языком Спросила роутер Думаю ты не хочешь этого знать Некоторое время я просто стоял И смотрел на луну Лена рыдала Ротл ходил вокруг нас Кругами А Маша села на скамейку И закрыла лицо руками Пора Тихо сказал я Но никто не шелохнулся Здесь оставаться нельзя Я подошел к Маше Наклонился и взял ее за руку Она подняла на меня Заплаканные глаза И кивнула Мы медленно пошли В сторону автобусной остановки На лагерь опустилась ночь По дороге я отметил Что даже кузнечиков Почти не слышно Замолчав на некоторое время Они снова затянули Свою противную песню Но сейчас гораздо тише И казалось даже Уважительнее Их дневной прогрессив Нойс сменился на Ноктюрн для виолончели С оркестром Неужели и они Понимают что здесь происходит Конечно если предположить Что в Аду Тоже есть кузнечики Мы вышли на автобусную остановку И остановились в нережительности В какую сторону Спросила Маша Вытирая слезы Направо мы уже ходили Пойдем налево Там ведь нет города А направо еще пару дней назад Не было такого же лагеря Может не надо Тихо вскрипнула Лена У нас нет выбора Я больше здесь ни секунды не останусь Мы уже собрались Двинуться в путь Как вдруг в далеке послышались Какие-то звуки Я вгляделся И увидел Что по дороге Кто-то идет Автобус Радостно вскричал роутер Тихо дурень Какой автобус Это люди Зашипел я на него Много людей Испуганно сказала Маша Стало понятно Что здесь оставаться нельзя Я повернулся И увидел Что с другой стороны Дороги к нам Тоже кто-то приближался Шум все усиливался Стрекотание кузнечиков Но необычное А гораздо громче Искаженное словно пропущенное Через дисторшн Бежим Крикнул я Но никто не злинулся с места Да вашу мать Я схватил Машу и Лену За руки И бросился назад в лагерь Девочки с трудом Передвигали ногами Поэтому мне буквально Приходилось тащить их за собой Выбежав на площадь Я остановился Чтобы немного отдышаться И только иногда понял Что роутер остался там Надо вернуться за ним Закричала Маша И дернулась по направлению К автобусной остановке Куда Я потянул ее на себя И удержал на месте Хочешь чтобы мы там все Регли Лена тряслась так Что вся моя правая рука Держащая ее Ходила ходуном Бежим дальше Куда Не знаю В лес Возвращаться в домик Ольги Дмитриевны Было нельзя Так же нельзя было Находиться на открытом пространстве Это мне подсказывало Инстинкт самосохранения Мы метнулись По направлению к лесу Я крепко держал Девочек за руки Они бежали с трудом Особенно сильно Ноги заплетались у Лены Несколько раз она падала Но я быстро поднимал ее И подстегивая криками Тянул дальше Между деревьями Продираться особенно тяжело Хоть на небе И светила полная луна Но я все равно В темноте постоянно Надыкался на коряги В ветке И попадал в ямы По ногам хлистала крапива По лицу били листья Оставляя болезненные царапины Сердце тяжело колотилось Из груди вырывался Вырывался Криплый свист При каждом выдохе А кровь в голове Стучала так сильно Что казалось Черепная коробка Была готова Разорваться от давления В любую секунду Я перестал чувствовать Своё тело Ноги сами несли меня вперед Наконец мы выбежали На поляну И остановились Девочки в изнеможении Упали на землю А я сел На поваленное дерево Кто это были Люди или демоны Или еще кто Откуда эти звуки Старикатания Я не мог их разглядеть Но это наверное И к лучшему Немного придя в себя Я подошел к девочкам Лена лежала вся белая И похоже Окончательно тронулась Рассудком Маша сидела Обхватив руками колени И раскачивалась Со стороны в сторону Нам надо что-то делать Сказал Ясев рядом Уже поздно Мы умрем Отсутствующим голосом Прошептала она Мы еще живы Значит надежда есть Нет Уже ничего нету Все кончено Я обнял ее И прижал к себе Нет Не кончено Я сидел И смотрелся В лесной мрак Кузнечиков Уже почти не было слышно Если бы не прерывист И дыхание Маши Я бы подумал Что умер Прости меня Тихо Прошептала она За что За все За то что я была такой За то что Не получилось Сейчас не самое подходящее время Нежно сказал я Нам осталось жить Совсем чуть-чуть Поэтому сейчас Самое время Она подняла на меня взгляд И с трудом улыбнулась Прости меня Если я была не такой Если я Если бы я не была Такой эгоистичной Я посмотрел в ее глаза В ее бездонные Грустные глаза И горячая слеза Побежала у меня по щеке Нет Это ты меня прости Я совершенно не знал Что говорить В такой ситуации Ведь я сделал ей Столько всего плохого Причинил столько боли А сейчас В последнюю минуту Не могу придумать Ничего кроме пустого Прости Меня взяла злой За свою беспомощность За невозможность За защитить Единственного Дорогого мне человека Знаешь Я всегда тебя любил Я знаю Тихо сказала она Маша вновь Улыбнулась Ее лицо задрожало И по нему Потекли слезы И сейчас люблю Я знаю Я был не в состоянии Выдержать этого Мучительно хотелось Отвернуться Закрыть глаза Но нельзя В эту последнюю минуту Позволить себе малодушие Я наклонился И крепко поцеловал ее Время словно Остановилось Перестал существовать Этот дьявольский Пионерлагерь Темная ночь Вся эта чертовщина Адские кузнечики Наконец Перестала существовать Вся вселенная Остались только мы вдвоем Когда я уже был готов Поверить Что все это Что все это Лишь ужасный кошмар Лес наполнен Со шорохами Листья деревьев Вдалеке задрожали И вскоре из темноты Появилось множество силуэтов Я не мог рассмотреть их Но был точно уверен Что это Те же самые люди Что и на автобусной остановке Все тело сковало Цепенение Я боялся дышать Ну Вот и все Тихо сказала Маша И покрепче прижалась ко мне Нет Еще не все Я внезапно понял Что буду до последней капли крови Сражаться за нее Пока есть хотя бы Малейший шанс на спасение Я вско... Я понял что произойдет Я вскочил Рывком поднял ее с земли И бросился к Лене Она лежала мертвенно бледная С открытыми глазами И похоже Совершенно не понимала Что происходит Я начал трясти ее за плечи Вставай Она никак не реагировала Тогда я влепил ее Несколько хлестких пощечин От чего она застонала Вставай Вставай Я поднял Лену на ноги И она ошалела Посмотрела на меня Бежим Я схватил девочек за руки И бросился куда глаза глядят Главное подальше от них Я падал Вставал Поднимал Лену и Машу Продирался сквозь чащу И вскоре шум стал тише Слышалось только тихое стрекотание кузнечиков Вдалеке показался просвет Вскоре мы выбежали На небольшую полянку Со всех сторон Окруженную деревьями На которой стояло здание Больше напоминающее детский сад Что это Пробормотал я Старый корпус лагеря Еле слышно Сказала Лена Похоже она немного пришла в себя Я замер в нерешительности Конечно думать Что мы сможем там укрыться Было глупо От того что здесь происходит Вряд ли можно найти спасение Где-либо Но с другой стороны Сил бежать дальше просто нет Особенно у девочек Я сделал несколько неуверенных шагов По направлению к зданию Как вдруг Сзади послышался шорох И я застыл на месте Не в силах обернуться Шорох становился все громче И вдруг послышалось Дьявольское стрекотание О господи Боже мой Я сделал над собой Нечеловеческое усилие И повернулся Да Вот той что справа Я бы Конфету дал Куда она так увлеченно смотрит Какая грязь Я сделал над собой Нечеловеческое усилие И повернулся Сзади стояла толпа Толпа маленьких девочек Точнее толпа Ульян Все они были такими же Как та Ульяна Которую я видел сегодня утром С оторванным лицом И ужасной Искривленной улыбкой И все они Издавали эти адские звуки Стрекотания кузнечиков Дьявольской От которого душа уходила В пятки Мы застыли на месте Не в состоянии Сделать шиша И шага Вдруг из толпы вышла Одна из Ульян И достала из-за спины Оторванную голову роутера На его лице застыла Гримаса ужаса Я почти потерял сознание Когда она заговорила Привет, Семен Как твои дела? Ее голос словно Прострелил мне голову Насквость Я заорал и дернулся По направлению К старому лагерю Тащать девочек за собой Тогда я совсем забыл О Маше И тем более олене Может быть они тоже кричали А может быть Были скованы ужасом Не знаю Главное сейчас убежать Как можно дальше отсюда От этих исчадий ада Мы влетели в здание И тут же почва ушла Из-под ног И я провалился во мрак Насиловать будешь? Да Очнулся в кромешной темноте Болело все тело Особенно ноги Но кое-как Оперевшись о стену Я все-таки Смог подняться У Лен Не было слышно И это меня Немного успокоило Я тихим голосом позвал Маша И она Рядом послышалось шевеление И я почувствовал Как кто-то схватил меня за ногу Я инстинктивно отскочил Но в ту же секунду Снизу донесся слабый голос Мы еще живы Похоже на то Я помог Маше подняться Внезапно в паре метров От меня загорелся яркий свет Я поджался к стене И задрожал Но тут же понял Что это Лена включила Что это Что это Лена включила Непонятно откуда взявшийся фонарик Где ты его взяла? Лена подошла К нам хромая И еще вчера На всякий случай Я взял у нее фонарь И посветил по сторонам Кстати Когда мы проходили Лена Руд Она тоже была с фонарем Мы находились В каком-то туннеле Вдоль стен тянулись провода А под потолком Висели негорящие лампы Где это мы? Не знаю Похоже нам На бомбоубежище какое-то Я посмотрел наверх И увидел довольно внушительную дыру За которой с трудом Можно было различить Прихожую старого корпуса лагеря Наверное от старости Пол прогнил И мы провалились сюда На первый взгляд Не было никакой возможности Забраться назад Слишком высоко Да и ухватиться не за что А что там дальше? Не особо ожидая ответа Спросил я Не знаю Но придется проверить Я посветил фонарем вперед И сделал несколько уверенных шагов Все тело было в синяках и ссадинах Но ходить я все еще мог Ай! Услышался сзади крик Лены Что такое? Кажется ногу подвернула Я очень ждал Что следующей фразой будет что-то типа Клишированного Бросьте меня здесь Я буду только обузой Но естественно она не могла Такого сказать Ладно Обопрись на меня Я подошел к Лене И поставил ей плечо Вскоре каменные стены Сменились деревянными Ими оказались В некоем подобии шахты Давайте немного передохнем Взмолилась Маша Я аккуратно опустил Лену на землю И сел рядом Ну хотя бы этих чудич Больше не видно Ну хотя бы этих чудич Больше не видно Надолго ли? Я тяжело вздохнул Закрыл глаза Как думаешь Что здесь происходит? Волос Маши дрожал Но все равно звучал Более-менее уверенно Похоже она была измотана И опустошена настолько Что уже не оставалось Сил на страх Не знаю Если честно Знать не хочу Но мы же Выберемся? Обязательно Я не видел ее лицо Но был уверен Что она улыбается Внезапно фонарь Моргнул и погас Я несколько раз Ударил по нему ладонью Стены шахты Вновь осветились Тусклым светом И я тут же понял Что что-то не так Слева от меня Не было Лены Лена исчезла Прошептал я Что? Маша схватила меня за рукав И осталась на то место Где секунду назад Сидела Лена Как? Но как? Она начала тихо плакать Мы умрем Мы точно умрем Мне тоже очень хотелось Разрыдаться Темнота окружала нас Со всех сторон Подступая все ближе Фонарь потихоньку угасала Вместе с ним И наши шансы на спасение Вставай Пора идти Скоро батарейка закончится Через пару минут Мы вышли к развилке Да что же здесь Еще и лабиринт какой-то Прошипел я себе под нос Может вернемся? Нет Исключено Маша еще сильнее Прижалась ко мне Тогда куда? Не знаю Но выбрать все же Было необходимо Так Сохраняемся На двенашку Сохраняемся Не знаю Но выбрать все же Было необходимо И я решил пойти направо А мы в любом раз Сладим направо Вскоре мы ушли К еще одной развилке А теперь куда? Давай уж следовать Выбранному направлению Мы блуждали слишком долго Не осталось ни сил Ни желания двигаться дальше Я так ужасно хотел пить Что был готов Слизывать влагу со стен Давай посидим Чуть-чуть Немножко Нельзя Надо идти дальше Ну хоть минутку Стародальчески Замолилась Маша Ладно Она опустила голову Мне на плечо Фонарь все чаще мигал Поэтому решил пока что Выключить его Чтобы сберечь батарейку Ну Вот и все Не знаю Сколько времени прошло Мучительно хотелось спать Глаза закрывались Сами собой Как мы с ней познакомились Как мы с ней познакомились Ведь это было так давно А ты помнишь Шепотом спросил я Что Машин голос дрожал Как мы познакомились Да Она попыталась засмеяться Но тут же закашлялась Я посплю немного Хорошо Только недолго А то опять продрыхнешь весь день Ну ты же меня разбудишь Конечно Я поцеловал ее И закрыл глаза Небытие становилось все ближе Но мне было уже все равно Я перенесся назад во времени В тот самый день Все тело болело Наверное мозг просто не смог Спокойно отдыхать Постоянно отвлекаемым Тысячами сигналов От нервных окончаний Я кое-как поднялся И разбудил Машу В конце концов Мы же собрались выжить Сколько же Сколько же я уже в этой шахте Развилка следовала за развилкой Туннель сменялся туннелем Маша постоянно что-то шептала Налево Направо Налево Направо Казалось что еще один поворот И я не выдержу Но неожиданно луч фонаря Выхватил из темноты узкий проход И вскоре мы оказались В шахтерском забое Смотри Маша показала куда-то в темноту Я посветил и увидел там Пионерский галстук лежащий на земле Это же не Нет Нет Пойдем Наконец мы выбрались из лабиринта И очутились в небольшой комнате Пол был усеян разбитыми бутылками Вдоль стен тянулись трубы С заканчивающимися проржавевшими вентилями Повсюду красовались цитаты Из русского уличного фольклора Хоть какая-то смена обстановки Вздохнул я Фонарь уже практически показ И каждый 10 секунд приходилось трясти его Чтобы хоть немного оживить аккумулятор Маша вознеможение опустилась на пол Нельзя останавливаться Где-то здесь есть выход Я уверен Откуда ты знаешь? Я посмотрел на нее Очевидно силы у нее больше не осталось Маша боролась с усталостью И в любую секунду была готова потерять сознание Просто знаю и все Я улыбнулся стараясь выглядеть ободряюще Ну, раз так Она оперлась со стену и с трудом встала Посиди пока здесь Я посмотрю, что там дальше Не боюсь Маша вся задрожала Я далеко уходить не буду Она подняла на меня взгляд Полной надеждой И еле заметно кивнула Я огляделся и в углу заметил массивную железную дверь Попытка открыть ее ни к чему не привела Настолько все проржавело Эх, вот дубы трубу сейчас сюда Однако другого выхода не было Я оперся ногой в стену и сильнее налег на ручку Вены на руках вздулись По лбу потек пот В глазах потемнело Но дверь не поддалась Послышался Лишь глухой скрежет Ничего Я сейчас Задыхаясь, крикнула в сторону Где сидела Маша Надо найти какую-нибудь палку Я подбежал к Маше Наклонился и улыбнулся За этой дверью точно выход Ого Она устала, посмотрела на меня Я убежал из комнаты И начал рыскать по шахте В поисках хоть чего-нибудь подходящего Фонарь был уже на пределе И моргнув последний раз Умер окончательно Я запаниковал И начал метаться по сторонам Пытаясь найти обратную дорогу Однако постоянно натыкался на стены И совершенно не мог вспомнить Как попал сюда Маша Маша Я орал в надежде Что она меня услышит Вдруг сзади донесся какой-то звук Загорелся свет И на земле появилась моя тень Уносящаяся Вдаль В темноту Меня сковал ужас Я послышался Как будто бы знакомый голос Что, Семен? Заблудился? Твою мать Я с трудом обернулся И видел Лену Держащую в руке факел Ее лицо было обезображено Нечеловеческой гримасой А я вот За тобой пришла Это была та же Лена Что вечером на площади Та же Что в домике Ольги Дмитриевны Это была Лена Но в то же время И не Лена Это существо больше напоминало Дни тех Ульян А я за тобой Ты Ты кто ты? Выдавил я из себя Лена Разве не узнаешь? Она залилась дьявольским смехом Пока шаш не крутил с ними Уже и забыл обо мне Я Я Слова застревали в горле Ничего Теперь уже никого нет Остались мы вдвоем Значит это ты? Ты все? Бинго Ну не все конечно Она на мгновение Сделала виноватые выражения лица Потом вновь Оскалилась Сначала Славю Она меня всегда раздражала Мисс Непогрешимость Прямо Прилежная Старательная Всегда везде Изо всех Тьфу А как она кричала Когда я отрывала ей руки А? Жалко ты не видел Ее рот затрясся Из него потекла слюна А глаза закатились А потом Алиса Меня все бесит Мне никто не нужен Теперь вот одна Спокойно висит на дереве Правда поднимать ее туда было непросто Но для большего эффекта-то Как вы визжали-то А? Как свиньи на бойне Лицо Лена Исказило гримасы Наслаждения Ничего Осталось только с этой сучкой Мику разобраться И тогда все Она достала из-за спины Огромный тизак Измазанный кровью Ну правда Мне показалось Что она задумалась Я не знаю Что это за хрень Была в образе Ульянки Да и остальных Пионеров не я Но разве это сейчас важно? Она махнула факелом И он погас В ту же секунду Подожди здесь И я быстро Послышался сзади Дьявольский хохот Значит она пошла к Маше Надо что-то срочно придумать Я совершенно не знал В какую сторону бежать Темнота меня полностью Дизориентировала К черту Я побежал туда Куда предположительно Пошла Лена Вскоре больно удалился Об стену И развернулся Начал двигаться медленно Но вновь наткнулся На какое-то препятствие Упал и закричал от боли Попытавшись подняться Я понял что не могу Наступать на левую ногу Похоже вы их Я посрялся ползти Но выходило с трудом Весь пол шахты Был завален острыми камнями Кусками рельсы Досками Мои руки превратились В кровоточащий кусок мяса А главное Не открывались Из-за пыли и песка Я начал шарить в карманах И достал оттуда Крабок спичек Трясущимися руками Попытался зажечь одну Но ничего не вышло Спокойно Спокойно Забубнил я себе под нос Наконец В пятой попытке Шахта осветилась Тусклым светом Я быстро сориентировался И понял в какую сторону Бежать Мне показалось Что прошло всего Несколько секунд Прежде чем я оказался В комнате Где оставил Машу Последняя спичка Погасла Но я успел заметить Лену Которую уже занесла Над ней тесак Я с криком бросился В их сторону И прыгнул вперед Мои руки Наткнулись на что-то И я повалился на землю И начал месить Кулагами наугад Большинство ударов Пришлось в пустоту Но наконец Моя рука встретилась С чем-то мягким Послышался стон С чем-то мягким Послышался стон И затем наступила Полная тишина Я перевернулся на спину И тяжело задышал Жадно ловя ртом Сухой воздух Маша? Позвал я Послышала стихию С клипы Жива? Да Прошептала она Она тебя не задела? Нет Я начал шарить руками В темноте Вскоре нашел Факел в зажигалку По стенам комнаты Запрыгали Бесформенные тени И я увидел тело Лены Распластавшиеся на полу Похоже она была еще жива Мне очень хотелось добить ее Не надо Маша подползла ко мне И схватила за ногу Но нельзя же Не надо Конечно далеко не во всем Виновата именно Лена Но ведь она просто Ищадья ада Нельзя чтобы такие люди Если вообще ее можно назвать Человеком Оставались в живых Но посмотрев на Машу Я понял что не смогу Просто не смогу Я поднял с пола Тесак Покрутил его в руках И прикинул что он вполне мог Послужить в качестве лома Я вообще испугался Что не дай бог Я в тепотемках Короче Замесил Замесил свою Вот это было бы просто Жарко Такой был бы финиш Подойдя к двери Я Сунул его в колесо И дернул за всех сил Дверь заскрипела И открылась В комнату ворвался поток свежего воздуха Спасены Я вернулся к Маше, помог ей подняться И мы ушли из комнаты, оставив Лену лежать без сознания За дверью оказался небольшой коридор В конце которого была лестница, заканчивающаяся решеткой Знаете, что в этой истории полная чушь? Девушка, которая может ножом отрубать руки Славе Делать какие-то там инсталляции Может поднять Ульяну На дерево Она У которой был факел, да? Которая там, откуда ни возьмись Она не смогла бы вот так вот лететь Она бы размотала Семена просто как ту зигрелку Ну это, короче, как-то нелогично Я думаю, что Семен хорошо там поплыл Может быть, получил солнечный удар на съемках Что-нибудь в этом духе За дверью оказался небольшой коридор В конце которого была лестница, заканчивающаяся решеткой Я поднялся и изо всех сил дернул за нее Решетка с грохотом упала вниз И мы выбрались снаружи Я в изнеможении упал на траву Я гляделся по сторонам Джоли Роджер, я принял А вот доиграем рут Зачекирую А ничего, что в этой истории все чушь Ничего не знаю, главное моя теория Я в изнеможении упал на траву и гляделся по сторонам И снова эта площадь, снова этот лагерь На востоке или заметно забрежжил ярко-красный свет Сжигая верхушки далекого леса Последние звезды весело подмигивали мне Не догадываясь о том, что происходит здесь В этом аду Маша положила мне голову на плечо И дрожащей рукой показала на небо Вот сейчас бы туда Хоть мы и выбрались с подземелья Ничего еще не кончено По лагерю бродит толпа Ульян зомби Внизу валяется безумная Лена И неизвестно, сколько еще чертовщины нам здесь встретится Очень хочется спать Я не знал, что ей ответить Потому что не знал, куда бежать Где можно спастись Не знал, как вернуться в свой мир Я не понимаю, а бункер А, они бункер не нашли Так там же дверь была В бункер Надо было в бункере отсыпаться Поспи Я погладил Машу по голове А неплохой бы сценарий для фильма вышел Она громко засмеялась Я в ужасе посмотрел на нее Маша улыбалась Но не той зьявольской, лениной улыбкой А чистой, искренней, даже детской В ее усталость Вся ее усталость куда-то исчезла В глаза горелся дурный огонек Что с тобой? С трудом произнес я Все хорошо Она вновь легла мне на плечо Это был последний дубль А-а-а Внезапно я почувствовал, что силы покидают меня Перед глазами потемнело Сознание начало куда-то уплывать Я лежал в тишине И было слышно только дыхание Маши Не стрекотание кузнечиков Как будто они все наконец передохли А только ровное дыхание Маши И ее улыбка Вот это поворот Ну реально Охренеть Не пугайте меня так Сейчас окажется, что они просто на пляже просто заснули После... После чего обычно засыпают Яркий лунный свет отражался в воде Весело скача по волнам Дул легкий ночной ветерок А вдалеке ухала сова Я посмотрел на Машу, которая мирно спала рядом Укрывшись моей рубашкой И приснится же такое На телефоне тускло горело время Три часа ночи Пора спать идти А то завтра Ольга Дмитриевна опять устроит Я уже было хотел разбудить Машу Ко вдруг заметил рядом с ней Раскрытый сценарий И валяющуюся рядом ручку Быстро побежал глазами за несколько страниц И ужаснулся Все в той точне соответствовало тому, что происходило во сне В горло подступила тошнота А в глазах потемнело Маша перевернулась на другой бок Открыла глаза и посмотрела на меня Проснулся? Это ты написала? Спросил я заплетающимся языком Да, а что такого? Я не знал, что ответить Я просто не понимал, что происходит Ты так мило спал, что не хотелось тебя будить А кузнечики так громко стрекотали Ну вот и я и... А она улыбнулась Подожди, но ведь сейчас... Но ведь... Сейчас здесь В смысле мы не пионеры Мы снимаем фильмы и все такое Да, конечно Маша непонимающе посмотрела на меня Может быть я проснулся Прочитал то, что она написала А потом заснул? Ты весь вспотел Она порылась в карманах Лежащие рядом пионерской формы И протянула мне платочек Такой типичный русский платочек Рашитый разноцветными цветами Я взял его и внезапно почувствовал тепло Как будто От дорогой сердцу вещи Которую подарил тебе любимый человек Пойдем? Маша начала одеваться Да, пойдем Я с трудом встал и подошел к реке Холодная вода немного привела меня в чувства И сон перестал казаться таким реальным В конце концов, ведь это просто сон На обратном пути Маша держала меня под руку И безумолко болтала обо всем подряд Мы вышли на площадь Надеюсь, хоть сегодня эти твари дадут поспать Сказала она, задумавшись Кто? Но она про кузнечиков Кузнечики! А, да, хорошо бы Ну ладно, я пойду Она внимательно посмотрела на меня Я развернулась и собралась уходить Подожди Я схватил ее за руку Притянул к себе и крепко поцеловал Ведь иногда сон Это просто сон, ребята А реальность Это просто реальность Сон внутри сна-сна Сна-сна-сни-снов-снов У каждой истории есть начало и конец У каждой истории есть своя канва Синаписи, содержание, ключевые моменты Прологи и эпилоги Я уже читал это 500 раз Я, по-моему, уже зазвучил эту фразу И нет такой книги, в которой при каждом новом прочтении Не открывались бы вещи На которые я раньше не обращал внимания У каждой истории есть начало и конец Опять мюсли Жокера Почти у каждой Мюсли Симона Теперь у нас новый тренд Что? Все хорошо? Хорошо, что хорошо А плохо, что плохо Конец Ну, спасибо вам большое Да, Микурут нормально А это был хороший или плохой? Или там, я где-то в чатике видел, что только один Микурут бывает Он один из всего Че-то изи Че-то изи Так, ну че, у нас осталась хорошая славя Нам Хорошая славя Хорошая А есть еще же Женя Давайте узнаем Давайте узнаем, короче Давайте узнаем, что бы с нами произошло Если бы у нас все с Леной сложилось Жени нет Значит осталась Лена Славя И Ювау Я понял, хорошо Жени нет, но и хорошо Она мне не нравилась совершенно Так А, еще улей Эти Типа Я не хочу Я не хочу Славя Именно И Я Я не знаю Что что И Я не знаю Продолжение следует...